28 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принялся председателем минской группы ОБСЕ Пьера Андрея Игоря Попова Джеймса Уорлика и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспчика. На встрече президент Ильхам Алиев отметил, что руководство Армении не прекращает провокации. Не прошло и двух недель после переговоров президентов в Париже в октябре прошлого года, как Армения начала широкомасштабные военные учения на оккупированных территориях Азербайджана. Боевые вертолеты, принадлежащие вооруженным силам Армении, атаковали позиции Азербайджана. Азербайджанская сторона несколько дней не отвечала на это. Наконец, когда осуществляющие продолжительные боевые маневры над нашими позициями вертолеты вооруженных сил Армении открыто попытались обстрелять наши позиции, один из них был уничтожен. Затем глава государства отметил, что в сентябре этого года также были пересечены попытки диверсионной группы вооруженных сил Армении совершить провокации на наши территории, и оккупанты понесли значительные потери. Президент Ильхам Алиев сказал, что ответственность за все эти провокации несет президент Армении Серж Саргисиан. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Армения превратилась в источник большой угрозы в регионе. Вооруженные силы Армении регулярно обстреливают мирное население на оккупированных территориях Азербайджана. Обстрелом подвергаются даже люди, участвующие в свадебной церемонии. В результате среди нашего гражданского населения происходят потери. А когда азербайджанская сторона отвечает на такие провокации, обвиняют нас. Президент Ильхам Алиев с чувством сожаления подчеркнул, что международная общественность, в частности посредники, не проявляют адекватную реакцию на все эти оголтелые действия армянской стороны. Президент Азербайджана сказал, что словно этого было мало, недавно диктаторский режим Саргисиана прибегнул к еще одной эпилитической провокации, объявив Нагорный Карабах составной частью Армении. К сожалению, посредники не дали никакого ответа и на это неприемлемое заявление, противоречащее даже официальной позиции Армении. Глава государства подчеркнул, что все это вызывает большое сожаление у азербайджанской стороны и наводит тень на миссию посредников по урегулированию армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии перспективных переговоров по урегулированию армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта.